Валерия Александровна Ланская А также стала обладательницей специального спонсорского приза за продюсерский дебют в этом же спектакле. Спектакль называется «Игра воображения», его поставил Вячеслав Невинный-младший. Спектакль очень хороший, это комедия, но при этом такая тонкая и щемящая, и не знаю, очень близкая, мне кажется, к каждому, потому что речь идет о советском времени, где лакированная мебель. Прежде звали Катериной. Катюша? Масло? Да не может быть! Отчество как? Я не законна. Именно с этим спектаклем у меня очень много связано, с него все началось. Я очень много лет вынашивала идею именно «Воскресенье Толстого», и писала инсценировку, и собирала команду, и для меня это был такой действительно первый большой шаг. Я далеко не в первый раз в этом прекрасном городе, я его обожаю, и очень люблю сюда приезжать, я знаю, что здесь прекрасные зрители. Я вас очень сильно люблю, и правда, я счастлива, я сегодня прилетела сюда, и прям все такое родное и любимое, и это прям так тепло на душе. Спасибо вам большое, что выдалась такая честь быть сегодня здесь и петь для вас. Ой, разные календари, подарки со спектаклей, поклонники дарили, а коллекционирую ангелов, вот у меня есть несколько ангелочков отсюда привезенных, так даже не вспомню. Куча фотографий, конечно, с выступлений, со спектаклей, вот я видела даже в коридоре здесь висят какие-то фотографии с наших выступлений отсюда. А журавль где стоит? От дома, в доме, за городом стоит, конечно, да. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета распахнулась для меня, и это раз тут солнце не стыдит... На днях мы закончили съемки, и я прилетела сюда. Да, снимали там больше полугода, очень сильный, хороший проект, я очень надеюсь, что с осенью его покажут на нашем первом канале. Там уже эфиры прошли, все уже показали в Украине, и теперь надеюсь, что покажут здесь, потому что действительно проект получился очень хорошего качества. Называется «Скорая помощь», это та самая «Скорая помощь», с которой началась карьера Джорджа Клуни, вот, которую показывали, когда началась она лет 20 назад. Вот, и ее, соответственно, переписали на Москву, то, что это происходит в нашей «Скорой помощи», и в наши дни, в наше время. Вот раньше оно все пшеницей засеяно было, жизнь хлеб приносила. А теперь люди сами, своими руками, в него вложили то, что смерть приносит. Не трогай! Отряд, стой! Мамочка. Традиции, наверное, нет, хотя оба моих прадедушки воевали и были полковниками, один воздушного флота, другой сухопутного. Не знаю, просто я берегу их награды, их медали, периодически с мамой их достаем и гордимся тем, что они сделали. В мае с аккордеоном в ВКЦ выступит Петр Дранго. Лишний билетик на его концерт и сертификат от магазина «Синяя птица» получит телезритель, сообщивший, в каком городе родился музыкант. Ваших сообщений ждем в течение одного часа.